Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, Ночью и днём, работая, чтобы не отяготить кого из вас, Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно Поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, Как каждого из вас, как отец детей своих, мы простили и убеждали и умоляли Поступать достойно Бога, призвавшего вас в своё царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, Вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, Каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, Находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единопременников, Что и те от Иудеев. В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышим продолжение речи Святого апостола Павла христианам города Фессалоники, В которой апостол повествует о колоссальных трудах, положенных им и прочими святыми апостолами ради проповеди Евангелия. Апостол напоминает Солунинам, что ради их просвещения светом Слова Божия апостолы не щадили самих себя. Святой апостол пишет «Вы помните, братья, труд наш и изнурение, Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Данные слова не могут не поразить сознание человека, верующего в Бога и стремящегося к Нему. Ведь апостолы трудились не ради самих себя, но ради того, чтобы для всех людей, А в данном случае для Солунин, спасение стало доступной реальностью. И при таких трудах апостолы отмечают, что они не желали стать кому-то в тягость. Святитель Иоанн Златус отмечает «Неоднократно в Писании говорится о том, что трудящийся достоин пропитания от той сферы, в которой он трудится. В Ветхом Завете священники, как мы помним, питались от жертвенника, То есть брали себе установленную законом о жертвах счастья, приношения людей. Это не ставилось им в вину и вовсе не было чем-то зазорным. Наоборот, подобная практика считалась некой привилегией. Но Павел поступает иначе. Дабы никто не обвинил его в тунеядстве и безделии, он всегда старался зарабатывать себе на пропитание собственным трудом, каким было, как мы знаем, изготовление палаток. Поступая таким образом, апостол хотел показать Солунинам, как и прочим своим духовным детям, что в деле проповеди для него главная не материальная выгода, но духовная, когда его слушатели откроют свое сердце пред Богом. Апостол никогда не прикладывал свои житейские трудности на других. Чтобы проповедовать, ему, конечно же, нужны были средства для существования и поддержания жизни, как всякому человеку. И Павел вполне мог бы обременить этим собратьев во Христе, потому что в духовном плане немало для них и на них трудился. Но даже этим малым попечением о себе апостол не желает никого обременять. Он не покладает рук своих в работе праведной, терпя нужду, усталость и изнурение ради торжества в душах ближних божественной любви и славы. Ничего не требуя для себя, апостол все отдавал людям, которым был направлен по воле Божьей. Продолжая свою речь, святой апостол Павел напоминает Солунинам, «Каждого из вас, как отец детей своих, мы простили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Здесь мы видим, что первоверховный апостол относился к фессалоникийцам с великой отеческой любовью каждого из новоначальных христиан, как детей своих, убеждая, прося и умоляя поступать достойно Бога, подвязаться в истинной вере, благочестии и чистоте. Апостол Павел, как духовный отец, наставляет фессалоникийцев, растущих во Христе, радуясь их духовным успехам и испытывая скорбь за совершенные ими грехи. Благовествующий готов и жизнью отдать ради спасения ближних, ради их неустанного духовного роста и совершенствования. Преподобный Ефрем Сирин, как бы от лица апостола, пишет, «А что во всем были мы непорочны среди вас, — говорит Павел, — то вы сами знаете, как каждого из вас, как отец сына своего, мы просили во время научения и убеждали во время гонения на вас, умоляя поступать достойно Бога со временем избрания, так как достойным поведением своим вы можете снова сподобиться той славы, которую утратили, и рая, и с коего изнаны вы». А блаженный Феодорит Кирский считает, что апостол Павел весьма кстати употребил сие три речения «просили, убеждали, умоляли». Ибо не утешение только подавать должно унывающим, но и напоминанием угрожающих бедствий устрашать живущих беспечно. К этому-то и призывает святой апостол фессалоникийцев, а в их лице всех христиан, избрать жизнь, достойную Бога ради достижения, обетованного всем верным вожжеленного Царства Небесного. Далее апостол Павел хвалит фессалоникийцев за то, что они приняли Евангелие не как слово человеческое, но как слово Божье. Слово Божье важно своей внутренней сутью, а не внешним звучанием. Иногда за красивыми человеческими фразами и словами не стоит ровным счетом ничего. Можно много говорить о любви, верности и справедливости, но при этом совершенно не знать этих чувств и поступать беззаконно. Апостол же благодарит Бога за то, что, приняв из Его уз благовестия, фессалоникийцы восприняли проповедь правильно, как истинное Слово Божье. И это принятие принесло правильный плод. Фессалоникийцы сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Другими словами, фессалоникийцы, будучи некогда язычниками, благодаря принятию Евангелия, стали ближе к Богу и тем самым получили надежду на спасение. Читая сегодняшнее апостольское зачало, мы должны помнить, что главная цель нашей земной жизни заключается в приближении к Богу, в достижении Царства Небесного, которое, по Слову Господню, зарождается и раскрывается уже здесь, на земле. Преподобный Ава Исаия увещевает, «Ничтожно время земной жизни, но мы обращаемся и тратим его на пустые дела. Будем же постоянно наблюдать за Ним, прилагая все попечение о своем спасении и непростанно молясь благости Божией, чтобы она помогла нам. Помню об этом, будем стараться все наши поступки заизмерять не земными и временными ценностями, но с единственной возможной ценностью нашей жизни – Царством Божьим, которому не будет скончания во веки веков». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова